Здравствуйте, друзья! С вами Ирина. Я рада вас приветствовать на новом уроке. Сегодня мы нарисуем воздушный нежный букет. Видели, как быстро и легко художники создают акварельные абстрактные картины? Мы на ногтях тоже можем легко и очень быстро создать такой абстрактный дизайн. Здесь используется необычная акварельная техника, мокрая на мокром. Мы ее адаптируем под ноготки. Будут небольшие особенности и нюансы, о которых я вам расскажу. Для такого дизайна мы используем акварельные художественные краски. У меня Белые ночи, Невская палитра и круглые кисти, колонки. Конечно, вода и салфетка. Подготовили ноготок, покрыли матовым топом и представили, что мы хотим нарисовать. У меня будет желтый цветок. Если бы мы рисовали картину, то мы увлажнили бы практически всю площадь холста. А так как на ноготочке подсыхает очень быстро, мы рисуем отдельными лепесточками. Рисуем очень быстро, чтобы это все дело не успевало подсохнуть. Если подсохло, то мы проходимся еще раз влажным цветом и добавляем яркость. Рисуем следующий лепесток, едва подкрашенный водичкой. Уберем лишнее. Он у нас влажный. Вливаем яркие цвета, которые хотим. Кистью помогаем растечься. Серединка у цветка темная, поэтому не боясь ставим здесь темный цвет. Помогаем растечься. И точно так же нам ничего не мешает прямо сверху нарисовать еще один лепесток влажный. Чтобы нижний просвечивал, не надо кистью возить долго. Вливаем цвет, помогаем растечься и серединочка темная. Может она сама потом растечься, а можно помочь. Три лепестка готовы. Рядом рисуем четвертый. Лишнее собрали, добавили яркого, помогли растечься и серединка темная. Влажной кистью также помогли немножко краски. Еще один лепесток можно сделать чуть более загнутым, прикрывающим. Вот такой формы. И здесь будет более яркая уже нижняя часть. И помогли растечься. Точно так же с бутонами придумали, где они будут. Можно не придумывать. Срисовывать. Нарисовали форму какую-нибудь абстрактную. И более яркое место в бутонах это попка. Вливаем краску. И помогаем растечься. Если вы не хотите вот такой линии, можно ее немножко разбить, когда чуть подсохнет дизайн. Точно так же с зеленью. Мы не можем сразу нарисовать всю зелень. Поэтому мы рисуем частями, кусочками. Распределили. Увлажнили. И кое-где сделали потемнее. Зелень наша абстрактная. А это у нас задний план зелени. Поэтому он не яркий. Распределили. Вот здесь стебелек цветка, поэтому, конечно, здесь тень больше. Ее мы можем распределять тонкой кистью, а можем той же крупной. Дальше продумали, где у нас еще может быть зелень. Увлажнили участки. А потом поставили более яркие акценты. Более темные под цветком. И лишнее распределили. Очень быстро, пятнышками. И отставим, пока сохнут. Если наш цветочек высох, мы можем уже заняться серединкой. Потемнее. Можем добавить более яркие оттенки в лепестки. Затемнить еще больше, где надо. Но акварелька у нас должна остаться акварельной. Поэтому прозрачность здесь должна быть. Точно так же и бутоном уже можно поставить. Более яркие акценты. Распределили. А если хотим еще больше затемнить, то как раз в эти капли вливаем еще цвета ярче. Если наша зелень просохла, уже более контрастным цветом, мы можем добавить более четкие лепесточки. Пока это у нас было все абстрактно, теперь мы будем более конкретно рисовать. То есть на бутончиках у нас есть вот такие шишечки. Рисуем уже концентрированной красочкой и очень тонко. По крайней мере стараемся потоньше. Выводим вниз и чем больше травки сверху тонких линий, более интересный будет дизайн. Можем добавить маленьких листиков. Маленьких листиков, уже более четких. Поправляем рисуночек. Сделаем акварельные капли, то есть вот здесь увлажним сначала. Можем тонкой кистью, можем покрупнее добавить вот таких вот мелких точек. Можем добавить цвет цветочка. Оранжевый сюда же. Если не хватает где-то теней, чуть-чуть добавим. Тени у нас всегда между лепестками и в середине цветка. И у основания бутончиков. Для серединки возьму лимонный желтый, в котором есть белый пигмент. Это дизайн абстрактный, поэтому загадка должна остаться. И очень часто бывает так, что капельки создают рисунок сами собой. Поэтому мы просто включаем фантазию. Вот здесь как бы загнулся лепесточек. Почему бы это не подчеркнуть? Очень быстрый, мокрый акварельный дизайн у нас получился. Сначала базой перекрываем на ноготочках, затем топом. Фото этих дизайнов будет в нашей группе Телеграм. Присоединяйтесь. Ссылка на группу будет закрепленных в комментариях под видео. Обязательно попробуйте нарисовать такой дизайн. Вы получите море удовольствия. Я надеюсь, что этот урок был вам полезен. Вы получили для себя интересную информацию. Спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем здоровья, успехов. Пока-пока.